Привет, это Дмитрий Гудков. Чего по-настоящему боятся российские олигархи и чиновники? Пора закрыть задвижку перед Путином. Санкции ведь очень разные бывают. Там в стрингах наших детей туда отправлять. Почему ваш сын живет в Европе, а вы тут кричите, какие они плохие? Патриотизм — это сопричастность. У меня нет собственности за границей. Вот ты, Рашкин, вот и живи в своей Рашке. И мы хотим правды об активах, которые спрятаны коррумпированными российскими политиками в Европе. Плохо. Я с вами согласен. На миллиону. Послушайте, и меня сама... У Пескова нашли квартиры во Франции и США. Стоп. Там такой список, я просто за... перечислять. Европарламент в своей резолюции по отравлению Алексея Навального предложил заблокировать активы фигурантов расследования ФБК в Европе. 532 голоса за, 84 против и 72 воздержавшихся. Сегодня Европейский парламент принял резолюцию, который призывает ЕС усилить санкционное давление на российскую власть. Сегодня поговорим о том, каких санкций Евросоюза боится путинский режим в наказании за попытку убить Навального. А сейчас подпишитесь на мой канал, включите уведомления, чтобы не пропустить интересное. Новые санкции, вероятно, будут названы именем Навального, по аналогии с актом Магнитского. Также для примера чиновники приводят список Магнитского, то есть санкции могут вводить в целях защиты прав человека, опять же, против конкретных деятелей, не исключены и секторальные ограничения, направленные против российских властей в целом. Что нам важно понимать в связи с этим? Существует два типа санкций. Экономические и персональные. Экономические бьют по предприятиям и целым отраслям экономики. Персональные по конкретным преступникам, жуликам и ворам. Это, например, запрет на въезд, заморозки и конфискация активов и недвижимости за рубежом. Угадайте, чего по-настоящему боятся российские олигархи и чиновники? Конечно, они боятся персональных санкций. И мы хотим правды об активах, которые спрятаны коррумпированными российскими политиками в Европе. Тогда мы сможем действовать. Экономические санкции в долгосрочной перспективе наносят стране больше вред. Но при этом они бьют в основном по простым людям, по предпринимателям, но никак не по правящей верхушке. Ну давайте приведем пример. Представьте, что завтра под санкции попадет весь нефтяной сектор. Что будет? Пора закрыть задвижку перед Путиным. Пора ввести более широкие санкции. Мы пока должны остановить Северный поток-2. Каждый из нас начнет больше отстегивать сначала за бензин, а потом уже по всей цепочке за товары, за продукты, потому что в их стоимость уже войдет подорожавшая транспортировка. При этом зарплата Сечина, ну и других нефтяных так называемых эффективных менеджеров, она не только не изменится, но еще и вырастет. Ну когда получает. Плохо, я с вами согласен. По миллиону. Послушайте, и меня слабо... Так что экономические санкции это всегда новые налоги и сборы. И это всегда за наш с вами счет. А вот персональные санкции, это именно то, чего больше всего боятся российские жулики и воры. Причем не только ближайшее окружение Путина, ну и всякие там пропагандисты, а также чиновники среднего и мелкого уровня. Потому что зарабатывают они в России, а деньги, свои семьи и даже любовницы они давно уже вывезли на так нелюбимый и загнивающий Запад. Там в стрингах наших детей туда отправлять. Вот для этого... Елена Борисовна, а почему волкова... Голубога копают. Стоп, почему ваш сын живет в Европе, а вы тут кричите, какие они плохие? Ну-ка расскажите нам. Сами посудите. Только из нашумевших расследований, последних расследований, мы знаем, что наш пропагандист Соловьев имеет два роскошных особняка в Италии. Другой пропагандист Брилев у нас подан на Великобритании. У Чайки дети ведут бизнес в Швейцарии, в Греции. У Бастрыкина там, в Чехии. У Пескова нашли квартиры во Франции и США. Стоп. Там такой список, я просто за... перечислять. Не важно, что эти люди говорят публично в телевизоре. Европейские читатели, европейские телезрители, они лишены права на свободный выбор информации. В реальности они обожают и Европу, и США, где живут и дети, семьи, где они тратят украденные у нас с вами деньги. И нарушая права человека в России, они предпочитают этими правами наслаждаться на Западе. Искренне негодуют, когда им что-то на Западе запрещают. Патриотизм — это сопричастность. Пока известный телеведущий и депутат Государственной Думы Петр Толстой рассказывал о том, почему для наших спортсменов так унизительно ехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом, его дочь Александра рассуждала о российской действительности в социальных сетях. Но с персональными санкциями есть как минимум две проблемы. Первая — это когда в списке включают далеко не всех, кто этого заслуживает. Или наоборот, записывают тех, кто так далек от принятия решений, как, я не знаю, Сечин от эффективного менеджмента. Например, в санкционном списке по Крыму не оказалось почему-то многих знаковых фигур, но зато туда попали депутат-коммунист Рашкин и его коллега из «Единой России», олимпийская чемпионка Светлана Журова. Над этим в Думе откровенно посмеивались и в кулуарах шутили. Вот ты, Рашкин, вот и живи в своей Рашке. У меня нет собственности за границей. У меня нет счетов за границей. Эти санкции, они мне ничего не дадут, как мёртвый на припарку. Вторая проблема персональных санкций в том, что российские жулики и воры оформляют свои активы не на себя, а на своих детей, жён, любовниц и подельников. То есть формально оказывается, что у них ничего нет, хотя западным спецслужбам не стоит никакого труда доказать аффилированность и выявить реальных бенефицаров бизнеса. В реестре юридических лиц обнаруживается и собственная фирма. Юридическая. Артём Чайка по образованию юрист. Фирма по-настоящему семейная. До марта 2015 года долей владел Игорь Чайка, младший сын генпрокурора. Кстати говоря, в СМИ легко найти информацию, ну, например, что некий Михаил Опенгейм отмывает деньги Ротенберга в Германии, семья Чайки владеет недвижимостью с счетами в Швейцарии, а сын главы службы внешней разведки Сергей Нарышкин обращался за видом на жительство в страну НАТО, в Венгрию. Даже сама попытка получить иностранный вид на жительство в стране потенциального противника могла бы вызвать огромный скандал в обществе. На таком посту, как у Нарышкина, невозможно быть лояльным двум странам одновременно. Ну и в остальных случаях все данные у западных стран есть, нужна всего лишь политическая воля. Но есть и важные преимущества персональных санкций. Они рано или поздно приводят к расколу внутри власти, что в свою очередь ускоряет смену режима. Недавно, кстати, я записал целый ролик на эту тему, вот ссылка, смотрите обязательно. Так вот, если против нашей страны вводятся экономические санкции, то вы должны понимать, что пострадаем в первую очередь мы с вами. Но если персональные, то эти санкции не против России, а против преступников, коррупционеров и отравителей. Санкции ведь очень разные бывают. Бывают санкции против Кремля, против режима, а бывают санкции против России, как страны, против российских граждан. Мы, представители российской оппозиции, всегда выступали категорически против санкций в отношении страны и граждан и за персональные индивидуальные санкции в отношении чиновников и олигархов нынешнего режима. И главное, что я хотел бы сказать, что рассчитывать на санкции, на то, что они помогут, не стоит. Никто за нас с вами наши проблемы не решит. Никто, кроме нас, не прогонит этих жуликов и воров. Никто не вычистит коридоры власти от бесконечных проходимцев и лжецов. Мы с вами должны принять тот факт, что только мы несем ответственность за Россию и ее будущее. Так что интересуйтесь политикой, иначе она заинтересуется вами. Поддерживайте независимых политиков, инвестируйте свое время, свои средства, ну или хотя бы голос на выборах. Это был Дмитрий Гудков. Подписывайтесь на мой канал и напишите в комментах, какую тему вы хотите обсудить в следующий раз. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!